здравствуйте дорогие друзья кто смотрел первую серию знает что мы находимся в голубицкой краснодарский край самый лучший курорт в россии вот с такими пляжами сопоставимы только с феодосией и с благовещенской друзья больше нигде таких пляжей нет своего была такая чистота никакой камки медузы появляются но они появляются ближе середине лета и то бывает вот так вот утром приходишь или даже в обед их нет чистая вода это зависит от течения моря то есть море может прибить может тут же их унести в течение одного дня это может повторяться несколько раз поэтому видео которые люди снимают прям хайпует и не верьте у меня есть видео за прошлое лето за каждый день они то были то нет можно это все проверить вот а сегодня история такая я пытался запустить здесь стрим но у нас как всегда со связью плохо поэтому я снял первое видео о пляже голубийской в чем разница чем они отличаются вот посмотрите это пляж это самый дальний пляж голубийской район кавказ 2 его так сказать часть бурно развивающиеся а теперь мы посмотрим пляж района кавказ в этом месте это как бы 2 ближе к центру пляж здесь у нас тоже есть свои плюсы минусы один из плюсов тоже пляж великолепнейший очень хорошее жилье кругом вот там вот посмотрите у нас ребята строят строители еще недавно вот эта вот гостиница была трехэтажной но так как у нас развитие бешено идет голубийской здесь люди очень любят наш курорт приезжают и за на побегут отовсюду где есть неприятности вода с грязным морем с канализацией в море бегут сюда у нас таких проблем нет поэтому вот и расширяются тут тоже зритель просил снять вот этот объект недавно я снимал и посмотрите какие домики у нас есть прямо на берегу моря таких вот вариантов я даже не знаю где можно увидеть по всем курортам их практически нет но пожалуй вот в пересыпи у нас здесь есть чтобы вот так вот до домики и до пересыпи вот эти автокемпинги вот это несомненный плюс вот этого места там сейчас шумят у нас перфоратор работает я вот это место пройду чтобы у вас это не раздражало а так конечно же у нас на каждом пляже есть развлечения летом любые как на черноморских курортах все кроме пожалуй катамаранчиков здесь у нас море часто волнуется поэтому на катамаранах не выпускают и вот такие шикарные отели прямо на берегу моря вот один из плюсов вот этого места видите вот у нас везде везде вот такие домики хорошие отели гостиницы видите да и 20 секунд до моря вот так вот просто выходишь со своей семьей и ты на берегу есть и такие варианты друзья видите прямо какой сервис хороший мангальчик все и в чем таких плюс мест вы сами понимаете это автокемпинги вот там вот у нас основной район кавказ тут еще когда-то дачи были после дач появились вот такие вот отели огромные двухэтажный трехэтажный кто отдыхал здесь поймет о чем речь а вот так вот на берегу остались автокемпинги где можно машину сюда ставишь и живешь таких вот домиках вагончиках цены соответственно ниже могут быть но иногда тут хозяева конечно задирают поэтому катер у нас там ездит интересно есть тут минус у этого пляжа проходы к морю вот обратите внимание специально написано люди чтобы не шли напрямую туда в район кавказ им приходится иногда обходить или справа вот этот кусок или слева туда идти очень далеко это же за северянку поэтому вот здесь у нас проход к морю есть 50 метров отсюда и там второй проход к морю вот это из минусов конечно но ничего страшного все равно в любом при любом раскладе я думаю из любой точки вот этого района кавказ вы доберетесь до пляжа ну там максимум 12 минут это прямо знаете если очень очень медленно идти или там с детишками поэтому все хорошо вот один из минусов этого района я вам сказал вот такие проходы не часто к сожалению еще второй минус это конечно же посмотрите наличие мусора здесь как бы практически перманентно он даже вот эти зимой я вот удивляюсь откуда он зимой берется но но может быть так раскидывает ветер вот он здесь кругом и кто летом здесь отдыхать любит вот именно в этом районе кавказ вот люди это знают тут вообще горы бутылок бывают у нас как бы работают мусор люди вывозят но почему-то у них видимо не их территория что ли вот здесь на пляже он тут так и лежит горой мусорки чистые с пакетиками заправленными а здесь к сожалению лежит пляже можно сказать оборудованы у нас но летом еще поставят каша раздевалок посмотрите какая красота тоже вот автокемпинги с палаточками друзья это великолепно принципе вот хороший пляж тоже вот в чем его плюс я сейчас еще поднимусь наверху покажу сверху чем вот его несомненный плюс это очень много людей здесь отдыхает тут весело тут будут различные кафешечки какие-то ларечки вот я вам сейчас там дальше покажу кофеёчек музыка и так далее хочу самое такое движечное место у нас голубицкой это вот этот вот район кавказ эти там сколько много домов домов домиков разных и тоже есть очень качественные хорошее жилье и жилье между прочим наших зрителей со скидочкой кому надо вообще обращайтесь по любым вопросам у меня есть человек хороший вот он подбирает все что нужно на любые деньги и желание до катера у нас ездит интересно вроде запрещено сейчас выходить в море но ездят да ладно идем дальше вот такие вот у нас красивые места его тоже ведутся работы тоже будут лежачки летом ну в общем всю картину вы можете себе представить как на любом курорте вот это полное движение зонтики и так далее все здесь будет батуты бананки вот эти полеты за катером все будет эти как здесь тут уже повеселей кафешечки фреш-бары у у меня много видео из этих районов вечером тут вообще движуха тоже все услуги есть вот в чем плюс вот этого пляжа турагентства работают продают туры вот здесь обратите внимание даже есть салоны парикмахерские так далее очень много кафешек различных вот посмотрите и вот везде везде в районе кавказ так и конечно же для детей развлечения тоже вот на первом пляже там с этим проблема а тут сколько хочешь и конечно же здесь вот еще плюс дорога проходит асфальтированная остановка маршрутных транспортных средств вот прямо видите где него едет у нас поэтому можно из темрюка там ездить темрю куда угодно на автовокзал дальше по краснодар в анапу вот тоже вот в чем плюс вот здесь тоже снимать а на первом пляже там маршруточек нет и вот люди видите подготовку ведут здесь будут шашлычки кафешечка вот это вот самый большой плюс таких вот уже пляжей которые начинают благоустраивать во многим вот это как раз нравится туалет есть платный правда 20 рублей для многих это возможно самое важное мне тоже люди писали один человек вообще говорил там он оценивает любой городок там городом в любой стране мира по наличию туалетов если туалет чистый хороший как в японии значит и страна хорошо живет но тут можно с ним согласиться да но сегодня не об этом идем дальше этот пляж еще не закончился это как бы его такой можно сказать центр афро косички и самое главное есть шашлычок картофель фри да шаур мишечка сейчас это все в таком страшном состоянии но летом будет здесь движение такое и пиво будет в общем все все будет отлично выбирайте друзья выбирайте думайте вариантов очень много и вот как раз вот до того здания я считаю что вот этот вот пляж кавказ он и есть здесь у нас вот как я рассказывал вам до этого еще если первый пляж он более широкий вот посмотрите первую серию о пляже голубицкой то вот эти пляжи у нас море немножко размывает они более узкие становятся но тем не менее места везде хватит всем вот такие тоже есть места для новых зрителей расскажу у нас голубицкая вот сама по себе только восемь с половиной километров пляжа только в станице еще есть два диких пляжа за пределами станицы я просто вынужден повторяться все время для новых зрителей друзья не сердитесь новые зрители я не знаю до нашей страницы ничего кроме паникерских каких-то рассказов о грязном море и так далее море когда волнуется конечно оно становится мутным потому что видите у нас пляж какой песочек ракушечник и он видите как вот я кинул воду начинает его баламутить шторм и вода окажется мутной ну естественно летний планктон да там всякие взвеси они кстати очень полезны еще советские ученые писали об азовском море и не зря здесь строили пионерские лагеря мы даже сегодня доберемся до такого пляжа я вам покажу в какой серии это будет не знаю но покажу есть очень хорошие гостиницы очень вот по типу даже такой с виду сейчас не скажешь но люди хвалят наши зрители вам я верю друзья его там вот выход как раз на асфальтированную дорогу там ходят маршрутки детские площадочки бассейны будут развлечения есть домики вот там вот видите отдельные с отдельным входом пляж вот такой пугаться не стоит тут возможно к лету еще песком вот это все заполнит море там дальше есть вот здесь вот камни близко видно они сейчас черные такие видно а дальше море чистое но все равно будьте аккуратнее мне нравится здесь комьюнити местная из пенсионеров отдыхающих даже когда было нашествие медуз они брали здесь лопаты женщины прямо сами выкапывали ямы собирали медуз в одну яму и купались спокойно это конечно меня всегда удивляло это вот с виду не скажешь но пожалуй это был самый такой чистый пляж в голубицкой я часто хожу каждый день сейчас видите вот это все лежит но это все уберется к сезону я специально заранее снимаю вот эти видео чтобы вы могли выбрать заранее свое место очень много мне вопросов писем василий где хорошее место вот поэтому вот я решил снимать вот эти видео о пляжах и вот видите почему я говорил минус этого пляжа что мало проходов вот мы с вами прошли но не знаю наверно где-то километр мы прошли и всего лишь два прохода два прохода это конечно же не хорошо ну вот как то так в принципе там кто здесь отдыхал к этому относятся так нормально потому что ну я серьезно говорю вот от вашего домика ну тут максимум где-то на 12 минут если даже от самого дальнего поэтому 12 минут это это не как в анапе там до по два часа добираться по часу по полчаса вот такая красота тут уже он начинается другой пляж сейчас мы плавно к нему перейдем следующей серии всем удачи друзья счастья не пропустите следующей серии у нас пляжи очень много у всех свои плюсы и минусы я вот буду вам рассказывать как же хорошо там ребята на мотор очки гоняют вы не представляете да я с детства вырос на водных просторах понимаю какое-то удовольствие хорошее настроение сегодня весенние прямо такое красота азовское море вас ждет до свидания ну 就是 мы Продолжение следует...